Супермены в камуфляже, и это не только про полицию. Работа частных охранных предприятий давно обросла мифами и легендами. Эти люди ежедневно рискуют собственной жизнью для обеспечения правопорядка. Блюсти покойночного города вместе с сотрудниками одной из охранных фирм отправился и наш корреспондент Антон Воробьев. Либо 36 и 5. 7. Площадь Ленина 4, 5 этаж, офис Рен-Архангельс, датчики движения на лестнице. Стоило кому-то оказаться у дверей офиса нашего телеканала, система, установленная в операторском центре «Титан Щит», сразу же сообщает об этом. Сигнал тут же проверяет и принимает необходимые меры. Сейчас под охраной у нас находится 3200 объектов. Сигналы о сработках поступают каждые несколько секунд. Экипаж на сработке мы отправляем с помощью интернета или с помощью рации. Время прибытия экипажа 4-5 минут. Круглые сутки в любую погоду 20 экипажей во всех городах области выезжают на вызовы, проверяют объекты и наводят порядок там, где это необходимо. Бывают сигнализации срабатывают, бывают дебоши молодых людей, алкогольные обвинения. Как вы? Пытаемся смирить их, чтобы они нас поняли. Приходится иногда выгонять. Иногда вызываем полицию. Около полусотни вызовов за день. Улицы назвать спокойными нельзя, потому и рация не смолкает. ИПО 36, ЛИПО 1. На связи? Дальше на северной двине 26, корпус 1, кафе, кнопка тревожной сигнализации. Принял. Считанные минуты и мы на месте. Подвыпившие посетители разгулялись так, что пришлось звать на помощь. Вежливой беседы не получилось. Язык силы тут куда понятнее. Еще не понял? Сука, руку не ломает. Наручники, свежий воздух и холодный капот служебной машины быстро успокоят дебоширов. Через несколько минут их уже передадут в полицию. Днем и ночью сотрудники фирмы ГБР Титан Щит обеспечат охрану объектов нашей области. В данном случае отдельно взятого кафе. Антон Воробьев, Александр Кузнецов. Новости 24. Архангельск.